Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй Из беседы святителя Иоанна Затаустова о душе Люди, украшенные добрыми делами, но не познавшие веры в Бога, подобны останкам мертвых, одетых в красной одежде, но не чувствующих этой красоты. В самом деле, какая польза человеку иметь душу, облеченную в добрые дела, но мертвую? Добрые дела совершаются по надежде на воздаяние венцы, но если ты не знаешь подвекоположника, то ради чего трудишься? Как людям первее нужно жить, а затем уже питаться? Так точно и надежда на Христа должна предшествовать нашей жизни, а сверх того должно питаться и добрыми делами. Не питающийся иногда может жить, но не живущий не может питаться. Часто говорят, что он человек такой, у него добрые дела делает. А зачем ему вера? Он добрые дела делает. Он многое говорит, добрее, чем бывает, что и верующий. Ты не можешь представить мне человека, который, совершая без веры добрые дела, жил бы. А я могу показать тебе верующего без дел, который жил и удостоился царствия. Никто не жил без веры, а разбойник, только уверовав, получил оправдание. Не говори мне, что он не имел только времени для исправления жизни, так как если бы он остался с верой, то пренебрег делами, то лечился бы спасения. И Корнилий получил свидетельство о своих милостынях и молитвах, но не знал Христа. И так как око истины великий судья видел, что эти дела, хотя и хороши, но мертвы, потому что не соединены с верой, то посылает ангела, присуждающего награду за дела, чтобы увенчать прекрасно подвязающегося верой. Корнилий, говорит он ему, молитвы твоя и милостыня твои пришли на память пред Богом. Но если молитвы услышаны и милостыня приняты, то чего не достает мне для праведности? Но пошли, говорит, людей в Иопию, и призови Симона, называя его Петром, который пришед, скажет тебе слова, которыми спасешься ты и весь дом твой. Если таким образом сам он и дом его спасется, благодаря словам Петра, то, следовательно, он не имел еще спасения через дела, пока вера не присудила награды делам его. Бог все дал нашей природе, в двоем числе два глаза, два уха, две руки, две ноги, чтобы, если повредится один член, мы облегчали недостаток его через другой. Но душу он нам дал одну, и если мы погубим ее, то с чем будем жить? Душа, однажды плененная страстью, сраболюбие, нелегко и нескоро отстанет, и делать и говорить то, что прогневляет Бога, так ставшая рабою иного господина, поливающего делать все противное Богу. Душа, раз отчаявшись о своем спасении, никогда не отстанет от безумия, но отдав бразды своего спасения безрассудным страстям, носится всюду, вкушая ужас встречным, так что все ее избегает, и никто не осмеливается удержать. Она бежит через все места нечестия, пока, наконец, увлекаемая в самую бездну погибели, не повергнет своего спасения, не низвергнет своего спасения. Душа, раз вступившего в союз с грехом и ставшая бесчувственной, даст возможность недугу весьма усиливаться. Как свинья, валяясь в грязи, чувствует удовольствие, так и душа, одержима дурной привычкой, даже не чувствует зловония грехов. И как земля, неорошаемая дождем, сколько бы на ней ни сеяли, не может произрастить колосьев, так и душа, непросвещенная наперед божественным писанием, не может показать какого-нибудь плода, хотя бы кто и излил бесчисленное количество слов. Подобно тому, как земля, когда на ней не сеют, не насаждают, произращает просто лишь траву, так и душа, когда не знает надлежащего дела, так как не может оставаться в бездействии, а непременно желает что-нибудь делать, предается дурным делам. Чем бывает воспаление для тела, тем и гордость для души, а за гордостью обыкновенно следует пожелание неподобающего. И как люди, пренебрегающие телесными ранами, причинают гнойно-лихорадочное воспаление и смерть, так и те, кто не обращает внимания на малые грехи души, дозволяет образоваться и большим. Для того Бог дал нам тело от земли, чтобы мы и Его возвели на небо, а не для того, чтобы через Него и душу совлекли на землю. Аминь. Храни всех Господь. Субтитры создавал DimaTorzok